Всем привет! Сегодня снова с вами Басона. Мы сегодня начинаем проходить игру The Bucking Butcher. У нас игра студии Fully Nice Studios, которая была выпущена в январе 2016 года. Это аркадный экшен в 2D. Давайте запустим. У нас здесь три режима. Это соло, миссии и кооперативные. Соло это само собой. Вы в соло будете выполнять задания на выживание, я так понял, потому что я не проходил их. Миссии это само собой задания какие-то определенные и кооператив, то есть выживание идет в кооперативном режиме. Но мы будем выходить миссии. Как видно, у меня прокачано все. Весь тренирование сложности легко, норма и сложно. В норме у нас 4 единицы здоровья, на легкой у нас 8 единиц здоровья и на сложность всего одна. То есть одно попадание по вам и вы труп. То есть чисто хардкорные игроки должны играть на этом уровне сложности. Либо когда вы приобретете достаточно отличные навыки, чтобы на таком уровне сложности гонять. У нас из оружия есть автомат, он стандартный. Он не прокачан до третьего уровня. Изначально у нас всех оружий первого уровня и дается только вот этот автомат. Дальше у нас будут давать ящики с оружием. У нас будет в них энерголуч, который стреляет лучом, выжигающим по прямой все на своем пути. И в том числе и мелких и больших монстров очень эффективное оружие. Дальше у нас идет ракетница, которая делает залп ракет и уничтожает все на площади. То есть после много мелких это самое то. В принципе и больших тоже может разбить. Есть такие монстры, которые большие, рассыпаются еще на кучу мелких, поэтому она не особо эффективна ракетницей в данном случае будет. Если конечно не сделать много залпов. Дальше у нас пулемет. Урон имеет меньше чем у автомата, но скоростейность больше. То есть можно потрошить что больших монстров, что мелких. Электропушка стреляет зарядом, который бьет током в цели и соседний рядом с ней цели. Но урон и небольшой, поэтому не особо очень эффективно. Дальше у нас идут способности, как наш ультимейт, который мы получаем при накоплении заряда. У нас способность ускорения. Наш персонаж Гарри становится неуязвимым и быстрым на несколько секунд. То есть можно врубить, если у нас здоровье осталось единицы. И жахать по всем за большой скоростью и носиться по карте. Дальше у нас идет морозящая граната. Эта граната замораживает всех врагов на карту в пружинку времени. То есть есть босс, можете кинуть гранату, и этого босса заморозите и просто расстрелять его. Либо много мелких, и у вас там пулемет появился, скажем, или ракеты. Вы можете спокойно заморозить и расстрелять всех. Монстров, которые находятся у земли и были заморожены, вы не сможете расстрелять. Вам придется сделать их подкатом, разбивать льдины с ними. Дальше ракеты. Это еще один ультимейт, который после прокачки выпускает 19 ракет по площади карты, которые наносят огромный урон всем целям вокруг. Дальше у нас идут способности как перки. Это увеличение скорости бега Гарри на 30%. Дальше у нас идет пузырь, позволяющий получить удар без потери здоровья или комбо. То есть защита наша. И усилитель увеличивает комбо-счетчик с 4 до 6 теплот. Они у меня не куплены, потому что они почему-то у меня закрыты. То есть локет написано, недоступны. Давайте начнем играть. Игра заставляет реально прыгаться не только в плане рук на геймпаде, на клавиатуре, но и в плане мозгов, как реализовать это все, чтобы вас не завалили и самому еще успеть. Потому что здесь в промежутке времени дается отрызок, который должен вложиться. Если вы не уложитесь, вы сдохнете. Вот мы полетаем на корабле, на планету. Вот наш персонаж. Правильный простой, либо крестовина, либо падом. Так, для рывка. Вот этим рывком можно сбивать мороженых у земли и монстров. Либо уклоняться, либо наоборот добегать. Мистер Бутчер, я так рад, что вы прилетели. Там анархия, мы отчаянно нуждаемся в вашей помощи. Анархия, для меня это звучит как вечеринка. Вечеринка, это необычные жуки. Они нападают сверху и действуют без промедления. Нам нужно знать, сможете ли вы справиться с этим видом противника, прежде чем мы позволим вам войти. А как вы предполагаете это сделать? Хотите быть моими тренировочными куклами? Нет, но к сожалению, вся наша служба безопасности проживременно ушла в отставку сегодня после полудня. Так что я просто подброшу несколько стаканов из-под кофе в воздух, чтобы проверить ваши навыки стрельбы из оружия. Дадите назад и подстрелите 5 стаканов в воздухе. Ну что, давай кидай свои стаканчики. Можно как просто одиночные выстрелы, можно просто зажать. Неплохой тест, начальник. Не видит ли, что вы, ребята, все умираете. Это было все время обидно. Запомните, удерживайте кнопку огня нажатой, чтобы оружие стреляло автоматически. Еще одна вещь. Мне нужно удостовериться, что ваше усиление работает. Вы не продержитесь 10 минут без них. Слушайте, приятеля, вы меня не знаете. Вот это, кстати, усилитель, это есть наши ультимейты. Вот он, наш ультимое ускорение. Ох, круто, у вас есть и некса скорости, которая повышает вашу скорость бега и стрельбы, и дает вам временное бессмертие. Я снастребляю, что вы увидите остальные ваши устройства. Я уверен, не только ты, приятель, а каждый хочет увидеть мое устройство. Верно, я надеюсь, слухи о вас верны, иначе мы все не сможем. Мы все умрем, следуйте за мной внутрь. Ах, прекрасная экскурсия с гидом и ответственностью. Ну, погнали. Первый уровень. Ситуация такова. После того, как я открою люки, жуки начнут проникать внутрь. Это активирует автоматический отсчет до обеззараживания. Если счетчик достигнет нуля, все наши исследования будут уничтожены так же, как и вы. Ну, не все так гладко. Я могу перезагрузить его, но для этого в комнате не должно быть жжетных ДНК. Ага, убейте всех, пока счетчик не дошел, то наверное ясненько. Ну ладно, погнали. Такие прыгающие лючки, которые рассыпаются на кучу мелких. Есть и покрупнее, которые разваливаются на таких же предыдущих мелких. У нас есть такие усилители, которые выпадают из них. Также из них выпадают в наше здоровье. Могу сказать, что вот эти усилители, которые выпадают из них, там, усиление скорострельности, усиление мощности огня, они могут быть не сразу из расхода, то есть нет ограничений по времени. То есть, если взяли, то количество просто выстрелов ограничено. О, послушайте, я могу сейчас ломать систему скинуть с вами чудесный контейнер с боеприпасами. Я сделаю все возможное, чтобы скинуть как можно больше для вас. Это могло бы быть полезным комнатой раньше. В общем, эти усиления, они действуют на определенное количество выстрелов. То есть, как бы шкала заряда расходуется при выстрелах. А у нас есть коробки, которые будут падать, оружие, краски, там, пулеметы, лазерные лучи. Вот они расходуются также по зарядам. И можно, скажем, если вы не стреляете, держать этот заряд, копить для, скажем, скопления монстров, там, или, наоборот, для босса. Но стрелять другим оружием вы не сможете. То есть, если у вас уже, грубо говоря, остался один монстр, и вы не хотите там в последующем знать, что будете босс, вы не сможете приучиться на автомат, расстрелять, а оставить оружие на босса. Поэтому придется... придется расходовать его в этапах. Вот у меня сейчас на культу. Ну и куда вы попрыгали, ребята? Вот все заряд расходовались, остался обычный. Можно просто вот так вот подряд шмалять. А можно вот так вот сделать. Как видно, сразу наш ультимейт. Так, вот скопа, и нет уже половины этих. Ну все. Эти монетки надо копить, на них тут усовершенствование. Вот у нас, и усовершенствование не перекрываются. Так. Чуть-чуть не хватило на трех. Ну ладно. Это у нас теперь третий уровень. Всего пять зон по шесть уровней, не считая тренировочной. О, Господь наш Иисус, этого не может быть, этого не может быть. Я обнаружил пауков. Во-во-во, придержи эмоции, я понял. По каким-то причинам эти пауки едят только нас, ученых. А, какое облегчение, по крайней мере, хоть что-то не пытается меня убить. Смейтесь, но просто знайте, если я умру, вы тоже умрете. Ах, черт. Так, у нас теперь будут новые противники. Это паучки, которые любят жрать этих ученых. Самое интересное, что они не жрут никого, кроме этих ученых. И он не сможет нам кидать в какие-то контейнеры. Поэтому эти пауков надо сбивать. Не давать ему тащить ученого. Если ученого тащит, он сдохнет. А если он сдохнет, сдохнем мы. Вот так вот, заюзываю ульту, а никого нет. Вот он, удачный шел. Вот так вот делаешь, и еще. Паучков можно попинать. А можно и так. Заряд накапливается, когда мы восстаняем противники. Из этих мусорцев падают так же и здоровье. Как раз таки, после него добили. Так, четвертый уровень. Погнали дальше. Новый монстр. Который стреляет и рассыпается. Мелких. Двоих мелких горничков. Кто, слава богу, не стреляет. Монетки нужны для покупки. И вот у нас оружие. Лазерная лужка, о которой я говорил. Очень мощные. Выжигает все. Очень эффективен. Вот еще одну дуру выпрямила. Вот когда их много рассыпается, вот это мешает. Приходит вот так просто бегать. И вот так можно. А вот наше новое оружие. Нужно не пулемет. Ну, не посрать, что. Молодец. У нас осталось 57 секунд. Александр, пробежь. Все. Это у вас четвертый. Обучение. Тут 6000 надо стрелять. Я не представляю, как это все делать. Так, от нас пятая миссия. О, нет. Хамана, 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 хамана. вот и видите горе и нас только в таком случае эффективность есть а вот нашу тесла у нас теперь еще накидали развлекаться еще очередная радость теперь берем все ускорение и вообще то есть можно замещать раз население и само оружие и гонять тем что нам нравится шестой уровень вот у нас 6 уровень это случится переход на другую зону то есть как бы переходный окей жуткий темный лифт что может пойти не так побольше в этом лифте нет системы создания уже на контейнер для вас нет проблем вот почему я называю мой пулемет старинная надежность мне плохое предчувствие просто подожду вас здесь пока вы не доберетесь следующий этаж ты настоящий друг что погнали вот эти поджигалки че у нас тут ждет такая дура которая подробно у меня тут мунику вводит просто аккуратно надо потому что у меня может нас поджечь это это еще ладно вот такая дура падает это свет загоню уроне уносит она у меня все таки мы будем это такая хрень теперь и когда система но первый лист легкий вырубили практически просто нету только вот эти жуки которые размножают себе подобных толстенькие могут вниз при приплюснуть больше ничего нету здесь я останавливаюсь посчитаем брифинг добро пожаловать в сады а какие прекрасные сюрпризы поджидают нас здесь в этой комнате есть энергетические барьеры которые могут быть открыты с помощью нажатия на платформы барьер будьте осторожны барьеры ведут себя странно включая самостоятельно тебе только хорошие новости не так ли в общем мы прошли на новую локацию здесь у нас также будет проведено 6 миссий я буду пытаться завалить поучи щи жуков но на этом мы закончим прохождение игры жду комментарии под видео на них с удовольствием отвечу ставим лайки подписываемся на мой канал всем удачи всем пока